Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Как вы относитесь к точке зрения, когда на татаме делётся белый пояс и зелёный? Я просто расскажу свой опыт. У меня был жёлтый пояс, и когда я видела перед собой чёрного пояса, я думала, ого-го, вот это да. Да, меня это стимулировало, как бы, наоборот, выиграть этого чёрного пояса. Я знаю, что есть люди, которые, когда видят какие-то там, не знаю, часть разноцветных поясов, когда у тебя белый пояс, и часть просто, ну, как бы, сдувается, что ли. Но в этот момент нужно не забывать о том, сколько ты тренировался, сколько ты старался. И тогда, я считаю, что не будет такого, что появится какой-то страх или ещё что-то. Будет возможность, наоборот, себя застимулировать и показать своё мастерство. А получится, не получится, то как бы это неважно. Главное самому себе доказать, что ты хотя бы попробовал. Это самое важное. А то, что говорят другие, ну, такое бывает, да. Для кого-то очевидно, что зелёный пояс там выиграл белого, а для кого-то нет. Тут же в зависимости, какая там техника была, какое желание выиграть. Просто от желания выиграть очень много, конечно, зависит. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго. Всем ос! Ос!